В Украине запретили два вида популярного топлива. Какими будут последствия для рынка? В Украине запретили продавать топливо, не отвечающее экологическим требованиям по качеству. Под запрет попали виды, которые ниже экологического стандарта, Евро-5, о том, какими будут последствия запрета, рассказывает РБК Украина, проект Эстейлер, при подготовке публикации использовали материалы, информатор, и публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Телеграм. Что известно о запрете? В Украине с 24 января под запрет попал бензин и дизель горючего двух стандартов, Евро-3 и Евро-4, внесены изменения в технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. В частности, в части возобновления действия требований по качеству топлива на уровне не ниже Евро-5, имплементации положения актов законодательства Европейского Союза по запрету продажи этилированного бензина и установлению требований на топливо, используемое в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах, говорится в сообщении Мельничука. Это решение принято в рамках подготовки Украины к вступлению в ЕС. Их требования предполагают, что до 2025 года все государства-члены должны реализовывать топливо не ниже стандарта Евро-5, какие последствия будет иметь запрет на рынок топлива. Одни эксперты считают, что этот запрет приведет к подорожанию топлива и даже продуктов и услуг на 10-12%. Также может возникнуть дефицит на АЗС. Другие эксперты утверждают, что ни бизнес, ни потребители не ощутят никаких последствий от этого запрета, если и раньше Евро-3 и Евро-4 было немного, а теперь и вовсе запретили, то ничего не изменится. На мировом рынке разница между Евро-3 и Евро-5 составляет примерно 50 долларов на тонне. То есть, на одном литре примерно 1,50 грн, объясняет директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, по его словам, единственный возможный эффект, который когда-то может быть, это если после запрета этих видов топлива их будут находить на АЗС, это станет поводом наказать продавцов. Читайте также о том, как изменились цены на топливо в 2023 году. Раньше мы писали о том, как выбрать лучшее топливо для авто.